Тайфун Бруклин И мы изучаем мой новый диск Это хип-хап детка Который учит вас фристайлить И варьировать те шаги Которые вы уже знаете Как известно я придерживаюсь мнения Что для изучения культуры Нужно изучать культуру Ничего сложного Для изучения танцев нужно изучать танцы Тоже ничего сложного Вы просто изучаете танцы И начинаете танцевать Все очень просто Нет ничего сложного Я не буду спорить и рассказывать Какие еще есть взгляды Но придерживаясь моего мнения Я думаю что вы тоже Многие придерживаются этого мнения Мы пойдем дальше Многие из вас я знаю что Учат разные базовые шаги В том числе по моим обучалкам И по более ранним работам У регенейтеров Людей которые были у истоков культуры И так далее Сегодня мы с вами возьмем Олд 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 Скульный танец Которому уже наверное сотни лет А может даже и несколько сотен лет Который пришел из Балтимора Называется он Спенчбоб Но это сейчас он называется Спенчбоб Раньше он танцевался Фактически то что так же Назывался совсем по другому К сожалению имя его Мне не известно Ибо он пал с мелким храдом Вместе со всеми теми шагами Которые были актуальны В 20-30-х С теми же буги-луги И другими танцами Парными танцами Но мы вернемся к Спенчбобу И так Рубка Боб Исполнение его достаточно простое Мы находимся внизу Так сказать Немножко на особенных коленях Мы выставляем одну из ног И дальше Заносим ее назад Подпрыгивая На оппоненте в сторону Дальше переносим ее в другую сторону Подпрыгивая То есть корпус у нас работает наверх У нас получается что в общем-то Кач идет наверх Вы знаете что Куда во время бита идет кач Бит, бит, бит И мы попадаем наверх Значит наверх Вниз, значит вниз Так вот Это кач наверх Потому что мы работаем Выпрыгиваем наверх Выравнивая ногу в колени Согнутую И подавая корпус грудь назад Разгибаемся так сказать Вот так Очень простой допустим вариант Хотя многим он не получается Какие же есть вариации Ё-моё Для начала мы можем взять Олдскульную вариацию В руках Раз Два И по кругу Раз Два И по кругу Если мы ее добавим Нам придется правда На ногах делать Схему Один Один Два В одну сторону Один Один Два В другую сторону Но это ничем не сделает Хуже наш танец Танец Еще больше Приведет Олдскульный Такой Видос И я думаю Что под Олдскульненькую музыку Восьмидесятых и девяностых Это будет вообще супер смотреться Дальше Что мы можем делать Мы можем вынести ногу Не назад Во время танца Мы все время делаем Замах назад Замахиваем ногу Так как будто Хотим себя удавить По попе Пяткой Да Здесь мы будем делать Замах Вперед И выносить ногу вперед Согнутую в колене Как в танце Смуки-дуки Если нет Не смуки-дуки Как же этот танец называется Ё-моё Ну в общем Неважно Как этот танец называется Так вот Мы можем выносить Вперед ногу В танце Который придумал Бискали Ньюскульном Он наверняка Тоже взят Именно из панчбоба В этом варианте Руки ставятся Вверх Но здесь Здесь В спанчбобе Мы можем варьировать Как угодно Далее Что мы можем сделать дальше Мы можем еще больше Пойти Варьировать Еще в больший идиотизм До того дойти Что многие люди будут смотреть И говорят Да это не спанчбоб Но мы с вами Будем знать Что это вариация На спанчбоб Что именно Мы можем ногу Заносить не назад А например В сторону Или например Назад Или например Даже вперед И в сторону Или даже вперед Но это вообще Уже никакие ворота Не лезет Это уже не спанчбоб А я вам скажу Нет это спанчбоб Это вариация Поработайте Подумайте Следующее Что мы можем сделать Еще более изватив Этот танец Мы можем лишить Его кача И прыжков Ну точнее не кача А больше даже прыжков Если мы присадим Присадим вниз И свободную ногу Будем отставлять назад Или даже махать ею Вот Этот танец Вроде бы Как и все другие На первый взгляд Если посмотреть Кажется Ну куда его еще варьировать Ну он такой Вот есть И больше уже некуда А нет дорогие друзья мои Варьировать Всегда есть куда Любой танец Можно поломать И потом собрать Заново И это получится Что-то уже новое Интересное Ваша Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому